Вы помните, когда занимался, мы разбирались этим, вы помните, бежала комиссия три года назад, когда на этот же объект было потрачено 600 тысяч, на те работы, о которых мы говорили. Никогда не было потрачено 600 тысяч, на этот объект было потрачено, по-моему, 90 тысяч. Далее, кукс 400 тысяч, когда он раскрывал, подожди, когда он раскрывал, и ровно через год, и он опять начал обижать. И ровно через год там все начало бежать. Занимался этим, я не случайно спросил, кто ведет надзор над этим, над работами. Вы сказали, так это замкнутая ситуация, это будет бездонная яма, вы нам завтра будете говорить, там еще обвалилось еще кое-что, давайте еще на пару миллионов. Здравствуйте, Виталий Павлович, я чиновник, я бюрократ, есть сотое решение из полкома, где черным по белому написано, что технадзор на объектах, на бюджетных объектах должен осуществлять угроз из полкома. Я чиновник вам претензий персональной, вы поймите, но вы начальник управления, и мы вам эти вопросы задаем, поймите. А когда не можно идти на землю? Вы тогда разобрались, кто виноват в том, что наплевали на решение бюджетной комиссии, и деньги были переведены. Дело в том, что, Виталий Павлович, невозможно было не начинать этих работ, потому что просто этот потолок бы обвалился, рухнул. Когда вскрыли, вот, жалко, что вот я надо было на всех членах комиссии туда... Это как в том анекдоте про бородалку, я вам скажу, которую там отец лечил, там 20 лет выучил сына, и потом эта бородалка все время, и вдруг пришел внук, и эту бородалку один раз отрезал, и все. Это то, что Кантор предлагал когда-то, когда-то, чтобы пока не будет генерального плана, не будет туда соваться. Конечно, конечно, товарищ Кантор, ну не просто, конечно. Сирен Анатольевич, пожалуйста, товарищ, у нас товарищи остались в тех годах, я вас сижу и слушаю, и такое впечатление, что в том году мы не жили, что мы сразу раз проснулись, и в 9-м году живем. Значит, я могу сказать четко, и с госпожой начальником управления, у нас на этот счет никогда мы с ним не договорились. Почему-то все забыли, что в том году решение городского головы, была назначена комиссия, был конфликт между директором Сказки и одним из наших коллег, по фамилии Борович, был конфликт. Вот, этот конфликт закончился тем, что было решение головы, и была назначена комиссия. Эта комиссия работала, она работала до того момента, когда они начали вскрывать этот злополучный объект. Это шок. Поэтому объектом, поэтому объектом. Я лично, с госпожой Заворотник, которая была в отпуске, через всю Европу, я был в командировке, говорил, было такое, было такое, и сказал о том, что есть, я считаю, что это просто злой умысел. Значит, почему? Потому что на стадии, когда разрабатывалось техническое задание, а все начинается с того, что должно быть техническое задание, все мыли руки. И техническое задание делало директор Сказки, которая никаким боком, она могла его утвердить. А его должны были готовить специалисты. Ну, не директор Сказки, а проект сам делал. Нет. Господин Бойко, товарищ, комиссия разобралась. Есть промежуточное заключение по этой комиссии. Мы поднимали этот проект. И Шевченко не отрицала того, что ежегодно деньги не давали. Не давали, не давали, не давали, не давали, не проект. Потом, вроде как, вроде как, это все было предметили, что она небесная. Вроде как, деньги должны были дать, надо срочно было проект. И все это дело быстренько, так это до кучки. Свернули и сделали этот проект. Хотя его сделали абсолютно не квалифицированно. И на этот счет есть выводы этой комиссии, которая была. Которая еще не закончила работу. Не закончила работу. Когда объект начал. И вот тогда мы приняли решение, Виталий абсолютно прав, мы приняли решение, что бюджетная комиссия против. Тем не менее. Тем не менее. Там по дням даже тоже есть в работе эта комиссия. Что чуть ли не мы в обед не заседаем на предмет того, что мы тоже требуем денег не платить, не оплачивать. А после обеда эти деньги выгортают в ту сторону. Потому что ссылка на то, что, видите ли, у нас уже есть договор с Антаресом. Уже прошел тендер и так дальше. Он на нас, значит, будет подавать в суд. Там это уже ноябрь месяц. И вот мы ждем там окопать, как это называется. У нас еще летом был. Да. Значит, мы, значит, и... Мне, к сожалению, не удалось достучаться до мэра. Я собирал всех. Сказал, что этого делать не нужно. Что нужно снять этот шок. В итоге я чем-то закончил. Закончил с тем, что я туда вытащил мэр. Мы говорили лично с директором Антареса туда, я притащил его. И мы договорились о чем? О том, что он в объеме этого контракта, который у него был на тот момент, он должен сделать, он должен сделать бетонный пояс. Бетонный пояс. Почему? Потому что основанием вот этого петушка, так называемого, хотя он называется не петушок, да, служат стены сто или двухсотлетней давности подвалов, которые были подкрытым рынком. Вот там были там холодильники или картофельники, что-то там было. Короче, это были подвальные помещения, там стены метровые и так далее. Стены достаточно в неблохом были состоянии, когда мы их вскрыли. Вот. Мы обнаружили то, что действительно там перекрытия как таковых не было, а были дорожные плиты. Ну, понятно, складчину делалось 38 лет назад. Еще был покойный, если я ошибаюсь, Демьянов этим руководил, потому что, значит, есть история этого объекта, и мы занимались этим как завод, и вы занимались там, без вора занимался этим делом. Короче говоря, мы когда там были с Гранатуровым и с директором, то фундаменты там хорошие, и договорились, поджентльмески сдали по рукам, что они катят эту работу дальше. Но они обязательно делают железный пояс, для чего? Для того, чтобы все-таки этот петушок снят. У меня здесь есть все фотографии, мы вам все показали. Весь ход работ, мы вам показали. Эти фундаменты, мы вам показали. Мы вам показали то, о чем вы говорите, мы вам все показали. Спасибо.